Вчера был удивительный день. Сошлось сразу несколько очень важных событий в этот день. И я очень внимательно следил за рынком, весь день сидел. И благодаря этому мне удалось заработать на срочном рынке 158% за один день, 132 тысячи рублей. Как мне это удалось, сейчас я попытаюсь вам рассказать в динамике. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но вы знаете, что в последнее время рынки были перегреты. Почему? Потому что Америка включила печатный станок КУЕ. И что такое КУЕ? Американцы берут и скупают с рынка свои гособязательства, которые, в общем, ничего не стоят. Ну, не то что ничего не стоят, то есть они с нулевым процентом, они их скупают. И в результате бешеные деньги идут на фондовый рынок. Куда они идут? Они идут в рынок акций. И рынок акций при этом непрерывно рос. И сейчас новая администрация. Я слушал вчера буквально там Bloomberg TV, там Трамп выступал, сказал, что я лучший президент. Ну, а потом выступал, значит, по другому каналу Байден. И он говорил, что вот только теперь, значит, наконец-то мы пришли по власти. И только теперь у Америки самые лучшие перспективы. Потому что мы сейчас вольем деньги в Америку, но не туда, куда вливала предыдущая администрация. А мы вольем эти деньги в поддержку там малого бизнеса, по Buy American, мы кэшбэк на американские товары будем и так далее, и так далее, и так далее. И демократы вчера собирались обсуждать в Сенате свой пакет стимулирующих роль для экономики на 1,9 триллионов долларов, о котором так много говорили. Но вот вчера должно было вроде бы начаться на самом деле обсуждение этого проекта или там утверждение в Сенате. На самом деле это были не обсуждения проекта, а обсуждения обсуждения проекта. Сам проект будет в Сенате утверждаться на выходных, оказывается. Вот я только что посмотрел сообщение. То есть вот первый момент, это значит вливание, массовое вливание долларов и без того уже перегретую экономику. С другой стороны, на 4 марта, это давно известно, было назначено заседание ОПЕК. Мы знаем, что в последнее время нефть растет. Почему? Потому что идет вакцинация. Люди надеются, что все будет хорошо, что наконец-то мы откроемся, и ковид-ограничения будут сняты, и мы начнем работать, наконец экономика начнет работать. И в преддверии этого, значит, начинается потихонечку какой-то вот рост и надежды. И нефть начинает расти, а мы помним, что было ровно практически год назад, чуть более меньше, чем год назад, когда нефть катастрофически упала, и тогда пришлось созывать срочно ОПЕК плюс-плюс-плюс, там все приняли на себя обязательство ограничить добычу нефти, потому что иначе нефть, ну просто все развалится к чертовой матери. И тогда были приняты очень жесткие меры по ограничению добычи нефти, и вот сейчас, на 4 марта, на вчерашний день, было назначено очередное заседание ОПЕК, на котором Россия настаивала, что надо увеличивать квоты на добычу нефти, потому что нефть и так уже выросла, она уже там 63 доллара стоит, 64 доллара стоит. Но при этом, значит, перед заседанием ОПЕК, опять же, Саудовская Аравия говорит, а нет, давайте еще поддержим эти ограничения на нефть, потому что нам важно, чтобы рынок не рассыпался, нам важно, чтобы рынок был сбалансирован. До этого, до этого, в среду, то есть вчера был четверг, в среду выходят еженедельные данные по запасам нефти, и эти запасы нефти, они в нефтехранилищах, они увеличились, запасы нефти, а ожидалось, что они уменьшатся, то есть если запасы нефти уменьшаются, то, значит, они покупают нефть с рынка, чтобы пополнить эти запасы. Запасы увеличились, то никому не надо покупать нефть, нефть должна, по идее, упасть, несмотря на это, она начинает расти. Почему начинает расти? Потому что ходят слухи, что перед опеком вроде бы страны договорятся о чем-то. Вчера четвертое число было, они должны были договориться, и вроде бы как, ну, значит, там есть варианты соглашения. Вот, значит, что еще у нас? На вчера было назначено выступление главы ФРС Пауэлла, и что произошло, опять же, в начале прошлой недели? А в начале прошлой недели рынок перегрет, и вроде бы в Америке начинается инфляция. А раз в Америке начинается инфляция, то значит, что такое? Доходности десятилеток начинают расти. Десятилетних казначейских обязательств, то есть американских ОФЗ, так называем, ну, так сказать, это Treasury, так сказать, Treasury Bills 10 Years. Вот, и, значит, десятилеток, это, ну, как бенчмарк используется, и как только у них начинает расти доходность, то есть они начинают падать в цене, то это уже сигнал о том, что начинается вроде бы инфляция, все перепугались, но потом, значит, это увеличение доходности немножечко остановилось, ну, вроде как все успокоились, и вчера оно снова, значит, ну, немножечко начало увеличиться, то есть Treasury Bills начали падать, вот, и... Нет, с долларом пока подождем, значит, смотрите, и что происходит? Вчера, значит, смотрю, среди дня вдруг приходит сообщение. Вот сейчас я, ну, вы знаете, что я веду в чате, в Телеграме чат для тех людей, которые закончили курс по опционам, а срочный рынок – это опционы и фьючерсы, это важно, то есть здесь очень важно, и он очень-очень такой, ну, волатильный, там можно много заработать, но очень можно потерять, поэтому, значит, курс по опционам – это вот именно о срочном рынке, и для тех, кто закончил курс по опционам, я, значит, тут на этом курсе делюсь своими новостями. Вот, и... смотрите, какая новость. ОПЕК+, я читаю на MarketVids, ОПЕКС+, решили не увеличивать добычу на 0,5 миллиардов баррелей в день в апреле, то есть до апреля месяца они, значит, там оставляют свои ограничения. И в результате, посмотрите, что происходит с нефтью. Нефть – ракетой в небо. Что такое нефть ракетой в небо? А мы... Россия занимается чем? То есть основные денежные потоки, ну, во многом, по крайней мере, это нефть. То есть, по идее, в России все должно быть хорошо, и рубль, по идее, должен укрепиться, и, значит, акции вырасти российские и так далее. Но при этом, значит, смотрите, начало марта, 4 марта сейчас, да, перед мартом Центробанк всегда на следующий месяц объявляет свои планы по тому, как он будет выкупать доллары с рынка для пополнения Фонда национального благосостояния. Вы знаете, что рубль искусственно удерживается слабый рубль Центробанком. И Центробанк специально скупает доллары, чтобы удержать слабый рубль. И, соответственно, значит, в предыдущем месяце было там, насколько я помню, что-то такое, цифра, ну, примерно 48 миллиардов долларов в месяц скупал Центробанк. Сейчас он увеличивает скупку долларов в три раза, понимаете? В три раза. Что это значит? Это значит, что рубль должен валиться. То есть, смотрите, нефть поднимается, рубль должен укрепляться, Центробанк скупает доллары, рубль должен валиться. Кто кого победит, кто кого победит. Вот такая вот интересная ситуация происходила. И в то же время в Америке, значит, обязательства дешевеют. Ракета, когда отскок, говорю я, значит, вот посмотрите, вот она, ну, он же когда-то должен остановиться, вот этот рост. Выросла нефть, смотрите, за, в течение вчерашнего дня, вот, она была 64,60, и вдруг выросла до 67,34. Представляете, да? Практически на 3 доллара за день. Это очень мощный прыжок вверх по нефти. И вот я тут, значит, опять же, публикую из другого уже чата, из другого канала, от Когана. А, вот оно, про, да, про валютные интервенции и так далее. Значит, 45,6 миллиардов долларов в феврале было, а сейчас будет 148,1 миллиард рублей на валютные интервенции. Это в марте. То есть в три раза увеличивает скупку долларов, понимаете? Вот. Дальше, смотрите, читайте следующую новость. Вообще, вот, 19.38, уже, так сказать, уже вечер, понимаете? Уже крупные игроки ушли с рынка, значит, с российского. ОПЕК-плюс решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей. Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное согращение. То есть Саудовская Аравия еще добровольно на 1 миллиард баррелей в сутки взяла на себя обязательства. Но, слушайте внимательно, ОПЕК-плюс согласовал рост добычи нефти России на 115 тысяч баррелей в сутки и Казахстана на 18 тысяч баррелей в сутки. Все остальные страны Альянса сохраняют добычу. То есть для России и для Казахстана было сделано исключение, ну, потому что Россия сказала, что все, уже не хватает на внутреннем рынке нефти. То есть, смотри, вообще идеально все, как мы хотели. То есть ограничения сохраняются, но для нас исключение вообще. Вот. И смотрите, что происходит дальше. А что происходит с рублем? Рубль, доллар начинает расти. Почему он начинает расти? Почему начинает расти доллар? Сейчас я вам скажу, почему. Это вот я в чате все публикую. Смотрите, куда я смотрю. Рубль к доллару перестал расти, вроде бы, да, то есть рубль падает. Но при этом, смотрите, S&P 500, индекс американский, рушится, несмотря на то, что есть надежда на вливание денег. Ну, то ли не туда будут вливать, то ли, значит, это самое... Не знаю, что. Короче говоря, я смотрю вчера на... Я решил английский поизучать немножечко, значит, включаю Bloomberg TV Live, и, значит, ну, через интернет, и Yahoo Finance Live, и там прямо в прямом эфире идет, значит, вот Live это прямой эфир, и там транслируют, как падает вот индекс S&P 500. Американцы, значит, там в чате, sell, 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 everybody sells, все, значит, сдувается, там все пузыри сдуваются и так далее. Наконец-то все это лопнет, и сколько можно. Почему все это они радуются? Ну, потому что действительно рынок акций сильно переоценен, об этом не говорит только ленивый. То есть он сильно переоценен, это пузыри, и, смотрите, акции выросли в цене, а при этом доходность компании не выросла. Что это значит? Это значит, что если вы вкладываете в акции, то, ну, есть такой параметр P на E, то есть когда эти деньги, вам инвестиции вернутся. Ну, не скоро, потому что, ну, акции растут, а дивидендная доходность не вырастает, потому что, ну, количество дивидендов, то есть прибыль у компании не растет, соответственно, та доля прибыли, которую они будут выделять на дивиденды, она не будет увеличиваться, и поэтому вот эти дивиденды будут размазываться не на вот такую сумму, а вот на такую сумму. И, соответственно, получается, что доходность акций падает, доходность вложений должна упасть, и что должно произойти? Либо прибыль должна вырасти, если будет инфляция, либо акции должны упасть. Ну, скорее всего, будет встречное движение. То есть все ожидают, в общем-то, многие падения. И вот оно, кажется, начинается. Значит, американцы говорят, все, понеслось. Вот, на самом деле оно не так уж сильно понеслось, но, так сказать, в моменте там 3% за день падения было. Что у нас дальше идет? Дальше идет, вот она нефть, посмотрите, ну, она выросла, да, это я, значит, дублирую опять. Нефть пока держится, ОПЕК плюс. И что происходит с индексом РТС? Друзья мои, что происходит с индексом РТС? Доллар к рублю растет. Доллар к рублю растет. Если доллар к рублю растет, значит, индекс РТС должен падать. Но сначала он не начал падать, он сначала начал расти. А у меня, я просто давно сидел и ждал, когда же он упадет, когда же он упадет. У меня стратегия опционная была настроена на падение, и я, ну, каждый день смотрел, как у меня. Уменьшается депозит, собственно говоря. Вот. И вдруг, вот он, индекс S&P 500, вот в другом масштабе, немножечко 30-минутном. Видно, что очень серьезно вниз рванул индекс S&P 500. Я обо всем этом прямо вот пишу, говорю, слушайте, ну, вот оно, вот, как бы, за счет чего вырос доллар к рублю. А доллар вырос не только к рублю, он вырос ко всем основным валютам. Почему? Потому что индекс S&P начинает падать, все, значит, начинают выводить деньги в доллары. Поэтому курс доллара ко всем валютам начинает резко расти. Ну и в том числе к рублю. Вот. А раз курс доллара растет, значит, индекс РТС должен начать падать. Хотя он при этом, хотя при этом индекс РТС, вот он, он сначала начинает расти. У меня, блин, там, во-первых, уже минус 14 тысяч, и он, значит, там, ну, дельта отрицательная. То есть у меня убытки должны возрастать. Я, что сделал, я накупил хреновую тучу опционов кол, для того, чтобы дельта стала положительной. Она стала 6, дельта стала 6. За счет этого там, ну, планочка резко опустилась у меня, но дельта 6, и у меня вот здесь вот пошел плюс. И у меня начинается плюс, и я, у меня было минус 14, стало 0. Вариационная маржа, то есть, ну, как бы прибыль за день, представляете, да? То есть, как бы, ну, я минус 14 тысяч забрал. И вот она, нефть, я смотрю, летит, 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 и вдруг останавливается. 67,4, там 67,5, она останавливается, я смотрю, все. И если посмотреть на график нефти, сейчас я его выведу. Посмотрите, на график нефти, если мы посмотрим издалека, это 5-минутный график, а вот мы посмотрим даже не 4-х часовой, а, может быть, дневной. Нет, 4-х часовой надо смотреть. Посмотрите, вот нефть достигла предыдущего пика. Понимаете? То есть, это уровень сопротивления. Ну, вот явно, вот уровень сопротивления здесь, она должна остановиться. Итак, смотрите, доллар растет к рублю, рубль падает, ну, благодаря Центробанку и санкции, опять же, обещают ввести. Вот, и я понимаю, что все, вот оно, рост остановится. И я снова, я продаю те самые опционы кол, которые я купил. Они сильно дорожают, потому что добавляется временная стоимость. Что это такое, люди знают, кто курс по опционам проходил. И у меня уже дельта отрицательная, она уже в районе минус 6. И что самое интересное, она не просто минус 6, а она идет с ускорением. Посмотрите, вот она. Вот дельта у меня. Ну, сначала она минус 6, потом я ее увеличивал, увеличивал. Я продал все, что я купил, вот они вот, опционы, смотрите, кол, они уже у меня отрицательные. То есть я построил здесь вот такая ситуация. Полочка у меня на где-то 150 тысячах за индекс. И я начал скупать вот в бешеном количестве опционный путь, чтобы уменьшить дельту, уменьшить дельту. И дельта у меня в результате, в результате у меня дельта минус 20. Вот, смотрите, индекс РТС упал. У меня уже на счете 72 тысячи фактически в плюсе. Я и дельта минус 20. Вот она. Если индекс начнет падать дальше, то у меня с ускорением идет прибыль. Видим, да? Вот такая стратегия. Даже нефть не выдержала такого напора и стала заваливаться. Завтра день распродажи на акциях. Ну и колбасит же. Я смотрю, Yahoo Finance там sell, sell, sell. Все, надо продавать все акции, кричат американцы, значит, там. Вот. И что произошло с индексом дальше? Давайте глянем вечером. Посмотрите. Так. Вот он упал. Вот тот момент, который я только что показывал, он был вот здесь где-то. А, нет. Нет, все-таки вот здесь. Так, сейчас я немножечко график. Вот он. Вот здесь вот этот момент был, да? Вот видите, да? Это уровень... Чего там? Поддержки. Уровень поддержки. Пробьет, не пробьет. Вот он подергался, подергался и начал пробивать. Я как бы, ну, ничего не делал, я просто смотрел. А куда я смотрел? Я смотрел на индекс S&P 500. Он падает, значит, нефть стоит, рубль дорожает. Думаю, ну, куда он денется? Пробьет. И он пробивает этот уровень. Смотрите. Если уровень пробивается, то идет дальше до следующего уровня. А следующий уровень, он, вот он как раз, вот он следующий уровень. То есть, смотрите, вот этот уровень был, вот он, вот этот уровень, вот. Видим, да? А следующий уровень вот этот. И он идет до следующего уровня. Ну, и все. Дальше я просто сижу и испытываю катарсис. Значит, кайф. И как раз вот, когда он достиг вот этого уровня и начал останавливаться, а это было уже времени, смотрите, 23 часа по Москве. 23 часа. Ну, спать уже пора, сколько можно сидеть. Вот. И вот я беру и обнуляю дельту. Вот здесь я обнуляю дельту. Я говорю, все, хватит с меня, сколько можно. Я ухожу спать, плюс 132 тысячи. То есть, было 71 тысячи предыдущий слайд и добавилось еще, сколько там, ну, почти 60 с лишним тысяч еще добавилось. 132 тысячи. 158 процентов за день. Все. И теперь вот я говорю, что я вот построил. Вот она, смотрите. Дельта равна практически нулю. То есть, куда бы курс не двинулся туда или туда, в принципе, у меня ничего сильно не изменится. Если курс сильно уменьшится, то я в прибыли. Если курс сильно увеличится, то я тоже в прибыли. Вот. Вот. Если никуда не денется, то я на нулях. То есть, прибыль не изменится. Я ее зафиксировал. Но не совсем зафиксировал, а если будет резкое движение, то она еще только увеличится. Вот. И вот они эти деньги. Вот. Таким образом. То есть, смотрите. В такие моменты, когда происходит вот целый ряд важных событий. ОПЕК плюс. Значит, заседание в Сенате по поводу выделения бабла. Выступление Пауэлла, третье. Ну и санкции, наверное, тоже играют роль. Вот все это вместе. Но ОПЕК плюс заседает, извините, там раз в три месяца, наверное, вряд ли чаще. Вот. Ну, в такие дни надо сидеть и рубить бабло. А для того, чтобы это делать, надо понимать, куда двинется рынок. Надо понимать, зачем следить. И для этого надо, ну, быть в теме. То есть, срочный рынок – это очень-очень важно. И для того, чтобы это освоить, конечно же, ну, вам нужен курс по опционам, грубо говоря, ребята. Вот. Без этого курса можно очень много потерять. Можно потерять все. То есть, так же быстро, как заработать, можно быстро и потерять. Поэтому, пока не поймете, что такое опционы, пока не поймете, как они строятся, это, ну, крайне не советую делать, потому что убытки там такие же, как и прибыли. Вот. Ну, вот вы видели, как, пользуясь инструментами срочного рынка, можно заработать достаточно большие деньги. Не надейтесь этого сделать, пока не пройдете курс по опционам. Курс по опционам стоит всего-то 15 тысяч. Мне пишут люди, что, слушайте, ну, в общем сказать, ни разу не жалею, потому что он окупился буквально за неделю. Вот. Я не гарантирую, что вы начнете зарабатывать. Это, в общем сказать, большая удача. Рынок надо чувствовать, надо привыкать к нему. Но научиться трейдингу можно вот именно на срочном рынке, это ускоренные, как бы, обучения. Что для этого нужно? Ну, я очень советую не начинать заводить большие суммы туда, на срочный рынок. Ни в коем случае. Не более 10%. Вот, недавно я выпустил в Сирию целое видео про формирование инвестиционного портфеля, и там у меня 10% на срочный рынок. Ну, в принципе, так у меня и есть. У меня вот было, ну, где-то там в районе миллиона на брокерских счетах, и именно на срочном рынке было как раз 100 тысяч. Ну, сейчас 200 с лишним, как вы понимаете. И я снова буду выводить со срочного рынка. То есть, когда вот сейчас это устаканится немножечко, если не пойдет обвал, как в прошлом году, в марте месяце, кстати, вот, если не пойдет обвал, то и все так более-менее будет спокойно, то я, собственно говоря, оставлю эти деньги именно, ну, выведу со срочного рынка, и ту же самую пропорцию сохраню 10%. То есть, 100 тысяч я выведу на фондовый рынок и вложу в акции. Какие акции, я уже рассказывал, я регулярно показывал, и вообще эта тема, наверное, не для сегодняшнего видео, а сегодня все. Спасибо за внимание, поставьте мне кучу лайков, прокомментируйте, что вы думаете. Ну, а если вы хотите начать торговать, хотите начать освоить этот процесс, то милости просим, вот там вы увидите ссылочку, или вон там вы увидите ссылочку «Опционы и биржа для чайников». Это курс для начинающих. И то, и другое вместе, если вы покупаете, ничего не покупали ни разу у меня, то вы получаете все это за 15 тысяч рублей. И опционы, и биржа для чайников. Если вы уже приобрели курс «Биржа для чайников», то курс по опционам будет стоить вам 7500 рублей. Потому что, ну, все это вместе стоит 15 тысяч рублей. Поверьте мне, это крайне небольшая сумма. За два курса по полтора месяца каждый, три раза в неделю я проводил занятия по два часа каждое занятие. Ну, я вдалбливал, просто вдалбливал каждому, что такое опционы, что такое срочный рынок, что такое вообще брокерские счета, инвестиции, акции, дивиденды, облигации. Обо всем этом я рассказывал. Технический анализ и так далее. И я вижу ребята, которые, ну, прошли вот эти курсы, которые купили у меня курс по опционам. Сначала они задавали глупейшие вопросы какие-то, а сейчас они уже там голова-плечи, перевернутая голова-плечи, паттерны, значит, там и так далее. Всего там за, ну, за какие-то полгода, ну, становятся уже достаточно очень-очень грамотные, какие-то решения принимают. Поэтому я вижу просто, что эти курсы, они эффективны, что они играют, ну, большую роль в становлении. И, в принципе, стоят копейки. Ну, на самом деле, у меня цель как раз помочь максимальному числу людей. Почему? Ну, кто-то скажет, что это очень дорого, 15 тысяч, давай бесплатно. Я не могу давать бесплатно, потому что я поддерживаю людей в чате. Я поддерживаю людей в чате. И когда курсы стоили дешевле, то было, ну, так сказать, количество людей, которые покупают эти курсы, огромное. И мне просто, ну, все мое свободное время уходило на то, чтобы консультировать людей. Я это тоже, как бы, это входит в курсы. И я помогаю людям. И я не могу просто физически помогать огромному числу людей. Поэтому вот сейчас пока такое количество. Если будет большее количество людей, ну, я буду вынужден дальше поднимать цену. Потому что, ну, поймите меня правильно, я не могу целые дни сидеть и отвечать на вопросы. А очень часто приходится мне еще, ну, не очень, но приходится в самых сложных ситуациях просто помогать людям, подключаться через Zoom и решать сложные вопросы, когда человек, ну, видит, что, и я вижу, что у человека либо неразрешимые какие-то проблемы, которые он сам не может решить, то есть нам надо помочь, либо он вообще генерирует убытки. Поэтому это очень тоже важно. Вот, ну, на сегодня все, наконец-то. Теперь все. Ставим лайк. И до встречи. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демятков Юрий.